Двери в кладовую редких книг здесь ежедневно открываются для каждого читателя. Тысяча совершенно уникальных экземпляров XVIII-XIX веков, а также ряд иностранных изданий XV века. Одни книги библиотеки подарил ее основатель, губернатор Константин Грод. Другие издания собрали из авторских коллекций, пополнив фонд еще на несколько сотен произведений. Не является исключением и этот учебник по географии. Конечно, не самый первый экземпляр, который выпустили в 1710-м, отмечает заведующая отделом редких книг Анна Лычева. Но максимально точно к нему приближен. Это книга Петровского времени. Естественно, в нашей библиотеке ее нет, потому что это очень большая редкость, книги Петровского времени, потому что были и маленькие тиражи, и, естественно, они просто даже не сохранились. Первый учебник по географии на русском языке вышел из-под типографского станка 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад. Инициатором издания стал Петр I. Пособие заглавили как «География» или «Краткое земного мироописание». Скорее всего, издание перевели с фламандского языка, ведь, по утверждению историков, голландцы в начале XVIII века были одной из лидирующих наций в области географии. Книга форматом 10 на 15 сантиметров включила в себя 106 страниц текста и 21 страницу таблиц. В учебнике были описаны экваторы, полюса, тропики, арктические и антарктические земные круги. Кроме того, давалось представление о градусах широты и долготы, подробно рассказывалось о политическом устройстве всех государств Европы. Примерно таким же контентом наполнен и экземпляр учебника по географии 1773 года, который хранится в Самарской областной научной библиотеке. Тут же можно, кстати, посмотреть информацию о Самаре, она уже упоминается, сколько было населения, сколько было домов, сколько церквей, ну и такое небольшое описание, чем занимались жители. Если верить данным этого учебника по географии, в конце 18 века жители Самары в основном занимались хлебопашеством и рыбной ловлей. Последней в городе на реке особенно ценилась. Рыбаки выбирали только лучшие с гастрономической точки зрения виды водной фауны. Впрочем, Волга, отмечают историки, даже в средней полосе тогда была значительно богаче. А ситровые породы в 18 и 19 веках считались вполне обыденной добычей волжских рыбаков. Рыбная продукция сдала свои позиции только в 40-х годах 19 века, другому важнейшему товару – хлебному зерну. Информацию о горах, озерах, источниках, богатствах земель Африки, Америки и Австралии. Прочесть об этом в 1710 году смог каждый житель царской России, благодаря решению Петра I упростить шрифт для печати. Дело в том, что в 1709 год Петр I ввел гражданский шрифт, то, что мы на сегодняшний день, вот эти буквы, которые мы знаем и читаем. До этого книги печатались на церковно-славянском, то есть на кириллице. И это в основном были церковные книги. Даже обучение в школах, в начальных школах, шло на церковно-славянском, и человек считался гамотным, когда он почитал псалты, ну отдельные куски заучивались наизусть, по ним же учились писать по этим книгам. В результате Петровской реформы число букв сократилось до 38. Их начертание упростилось и округлилось. В царской России начали появляться первые книги и газеты. А в 1814 году, 208 лет назад, в Петербурге открылась первая императорская публичная библиотека. Она стала общедоступной для всех жителей нашей страны. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.